А сегодня у нас еще одна интересная дата. Сегодня, кажется, 310 лет со дня основания Петром Первым, первого военно-моркского флота в России, соответственно, Балтийского флота, который является ровесником моего родного Санкт-Петербурга. Поэтому, прежде чем перейти к традиционному концернному заявку, я хотел бы все-таки посвятить этой дате. А мне довелось очень много работать с военной гидрографией Балтийского флота. И первые мои плавания на парусник Крузенштерн связаны именно с этим, потому что парусник Крузенштерн, мало кто знает, не всегда было учебным судном Калининградской мореходной академии, а начинало оно как айкономерфическое судно Балтийского военно-морского флота. И поэтому, если можно, начну со старой песни моей, написанной в далеком шестьдесят третьем году, то есть тоже полгода назад, посвященной разноштерному. Расправлены вы белый гордо, Не жди меня, скоро жена, Опять закипала бьет у морда Крутого посолом волна, Под северным солнцем неверным, Под южных небес синевой, Все там паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, Всех там паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, И дома порою ночною Лишь только раскрою окно, Опять на ветру надом мою Тугое поет молоко, И тесной ложки есть стены, И душа на важный покой, Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, Пущают снегащие вспышки, Паян надо мной вышли, Мальчишки, 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 Пусть вечно завидуют мне, И старость отступит наверно, И власть надо надо мной, Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, Когда паруса Крузенштерна Шумят над моей головой, А теперь разберемся по звуку. Нормально слышно? По-моему, что-то ж гудит, свистит, А главное, я кроме гитары ничего не сделаю. Давайте панитору гитару чуть-чуть. Может быть, а как заряд звучит? Нормальный? Хорошо. Хорошо, да? И даже голос слышно? Да. Ну, хорошо. Может, перебрать паниторчик, Ну, и, наконец, я сейчас, Для тех, кто здесь впервые, Слово, я хочу представить Своего соседа слева, Замечательного исполнителя авторской песни, Замечательного руководителя класса гитары, И, наконец, замечательного художества, Руководителя центра авторской песни в Москве, Человек, который выходит над многими фестивалями авторской песни и так далее и тому подобное, Александр Николаевич Костромин. Прошу любить и жаловаться. Я ничего не знаю. Понимаете, у меня с аккомпаниаторами, даже как с женами, Всегда очень, очень, так сказать, трудно, значит, заменить что-то одно другим. Александр Николаевич у меня самый главный, Самый единственный и самый постоянный. Господин, значит, у меня любимая жену еще лет так 40 назад, если я не знаю, правильно, да? Таким образом, спасибо. С 88-го года. Какого? С 88-го года. А вот, видите, но непрерывно. Но непрерывно, да. Вот. Ну, возвращаемся к Балтийскому флоту. Хочу сказать, что с Балтийским флотом связана еще одна моя песня, написанная Градоштерне. Дело в том, что если кто-то видел 9-го мая телеканал «Культура», то там показывали, вечером показывали большой концерт, посвященный Дню Победы, записанный в Перезелкино, в доме Акуджа. Концерты отвел я, и часть концерта была посвящена моему юбилею. Поэтому большую часть концертов там исполняли мои песни. И сказали разные люди. Один замечательный сенегальский актер из театра «Сатирикон» по-моему, да, вот, пел «Приплясывая жену французского посла» так гениально, что я прямо рыдал. Вот. Потом... Это наш местный актер, Криша. Правда, да? Он все-таки черный же. Он настоящий. Настоящий, он же некрашенный. Вот. И, значит, после этого, значит, Ефим Шифрин, известный, значит, актер, который смешной, он пел с надрывом, пел шотландскую застольную песню мою. И, вообще, люди пели... Но самое интересное, что мы с Кобзоном пели дуэтом мою старую песню «Снег», которую он начал пить еще, значит, где-то в 58-м, она была на пице в 58-м, уже в 59-м молодой Кобзон, сейчас своими волосами, пел ее, значит, по Центральному радио. А почему я это вспомнил? Потому что в первой же экспилиции, в 62-м году, на борту судна «Крозенштерн», которая была корабль первого ранга, командир капитан первого ранга, командир боевых частей второго-третьего, боевая политическая подготовка, и всегда работает радио, всегда там орет в уши радио. Я спросил у Стропова, слушайте, во-первых, почему все время радио? Во-вторых, почему драют матросы в медвежку, с отродок додочей, за ночь она окисляется, и утром она драится снова. Взять электролит, все будет хорошо. А ты не понимаешь. Во-первых, боряк всегда должен быть занят. Все бунты на кораблях происходили от того, что у Ленина было свободное время. А во-вторых, матрос не должен думать. Ему все время в ушах что-то должно звенеть. Поэтому все время будет работать радио. Но оно работало. И поэтому радио поймали, как ковзон поет «Мой снег». Ко мне пришла делегация обосновок, чтобы показывать свой автор, как здорово, что вы на вас на судне. Мы вас очень просим написать песню, уже не про снег, а про моряков, наших военных моряков, которые дни ночи не покладают там рук в Мировом океане, отдавая свою жизнь партии, правительству и родной стране. Только, пожалуйста, напишите как-нибудь так, знаете, не по-интеллигентски, а так по-нашему, по-матросски. Я и написал. Через неделю, когда эту песню стали записывать и петь, меня остановил наш зомполит, главного человека, старшину первой статьи, Авчукова, славу, он разжал его в матросы и поставил его на гауф-хватту. Гауф-хватта была в форпике, то есть на завачьей суд. Значит, подошел ко мне, сунул мне под нос отобранную у него записанную книжку с моей песней, сказал, «Это ваш текст?» Я говорю, «Да мы». Ну, хорошо, хоть сознались, не придется в особом деле дознание вести. Но я просто хочу спросить, вот смотрите, вы вроде интеллигентный с виду человека, как же так получилось, что я личный состав с утра до ночи воспитываю в духе абсолютной преданности, ночей не сплю, а вы мне взяли его в раз и разложили? Тут я испугался. Кстати, символизм был замечательный, человек, еще за полгода до этого, выступая на партсобрании, а нас гоняли, хоть они когда-нибудь в партийном, нас обязательно в порядке гоняли на партсобрании открытые. Он там исполнил, что же, товарищи, происходит с паральным разложением? Офицеры ночи и дни проводят в океане, на боевых дозорах, их жены в это время с матросами спят, а политработники стоят в стороне, так дальше не пойдут. Он вообще был замечательный человек. Короче говоря, он говорит, «Ваш текст, вот смотрите, что вы пишете о женщине?» о советской женщине, о кей оскорбительной срочке вы написали. Вы что же такое? Вы пишете, что у женщины есть грудь, значит, вы на сердце бегаете. Это же оскорбительно. А дальше это гениальная фраза. А для советского человека любви грудь, это не важно. Важен моральный опыт. Тут я понял, что языка мы с ним вообще не найдем. Значит, когда судно вернулось через полугодового похода в Балтийск, меня с борта уже не выпускают. Эту песню как вещдок повез штаб флота в Калининград, штаб Балтийского флота. И, значит, что со мной делать? То, что визу отобразия, это ясно. То ли сейчас сажать, то ли потом, за разложение личного состара, меня спас начальник предотдела Краснодарного Балтийского флота товарищ Пачипайло, который, послушав песню, сказал, а чего? Правильная песня. Она показает, что варяг должен любить море больше, чем бабу. Разрешите! Это определило мою цельку и следу песни. А вот самая песня. Ах, не ревнуй 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 меня в глазки дочерней, Ах, не ревнуй меня в звезди вечерней, Ах, не ревнуй меня в соседке райке, Ах, не ревнуй меня в серой чайке. Только чайка крыло обманет, И уйду от любви твоей, Ах, пусть сегодня она обманет, Завтра снова поверит мне. Ах, не ревнуй меня в глазки дочерней, Ах, не ревнуй меня в гроте навитой, Ах, не ревнуй меня в песне забытой, Не обрываться и ее не слушать, Как и слышу, дышать не в ночь, А снова песни с дочек духу, Ах, не ревнуй меня в гроте навитой, Ах, не ревнуй меня в гроте навитой, В Малтирском флоте в России связаны и героические, и трагические события. Одно из трагических событий, может быть, самых трагических событий, Это уничтожение флота в 1925 году после Кронштадтского мятежа. Уничтожение физическое. В царском селе, с которым меня связывают долгие годы жизни, совсем недавно, как выяснилось, я об этом ничего не знал, без креста и могил были захоронены в 1921 году 5000 матросов по чайским Кронштадтского мятежа, которых расстреляли и зарыли ворогу. Это приказывал Владимира Ильича и других его соратников. У меня совсем недавно, на моем юбилею, вышла очень интересная книжечка. Называется «Царско-сельская тетрадь». Это стихи и песни, связанные с царским селом. Это подарочное издание с прекрасными акварелями царско-сельской художницы. И она тут есть в небольшом количестве акварелями царско-сельской художницы. Отсюда потомкам отправлена черная весть. От этих могил, утонувших, заснеженных дюмах 5000 мятежников были расстреляны здесь. 5000 матросов здоровых, веселых и юных. 5000 матросов. Балтийский прославленный флот, где в памяти живы недавних событий, моменты. Не вы ли вчера юнкеров отправляли в расход на флотский бушлат, нацепив кулеметные ленты? Не служить вам больше, как плеч от волна за бортом? Не ведать вам впредь ни тропических вахт, ни авралов? Успели ли вы пожалеть перед смертью о том, что так торопливо топили своих адмиралов? Затем ли буксиром тащили аврору в Неву? Валы перекопские голыми брали руками, чтобы сгинуть потом в неумело закопанном рву в конце революции, преданной большевиками? И тот, кто в веках, не жалея потраченных сил, свободу российскую в нашей истории ищет. Пусть ищет ее посреди безымянных могил, за царским селом, на Казанском, смиренном. Кладбище. Без героической защиты народного Питера, как в Неве, в мосту лейтената Шмидта стояли эсминцы, которые загнала туда блокады, и оттуда вели огонь по наступающим немцам. И, наконец, 1043 год, год строительства русского флота и год строительства моего родного Питера. Поэтому я вспомню песню строительства русского флота с удивительной, забавной историей, потому что написано было еще в конце прошлого века. Должен был делать фильм о Петре Великом, и меня вызвал режиссер и заказал мне песню кинофильма. Надо было написать песню о строительстве русского флота. То есть, как ты понимаешь, сказал режиссер, русскую народную песню начала 18 века. Песня должна быть главной в фильме, она идет за кадром, за кадром стук топора, на фоне титров, мачты. И ты должен писать такую песню, чтобы не отразить все, что я хочу в фильме сказать. Первое, что надо отразить в фильме, запиши, а то забудешь. Первое. Технология строительства по-разному в фильме. Второе. Он иногда глянул критически и сказал, «Как ты помнишь, строили флот православные мужики, они послали вроде тебя. Про это надо что-то мягкое, но положительное». Третье. Тяжкий гнет крепостничества должен найти отражение во всей своей неприглядности. Да, и самое главное, чуть не забудь. Песня воплекая, озорная, хулиганская, чтобы сразу стало ясно, что даже стали настоящие живые мужики в 18 веке, а не дохлый интеллигент двадцатых. Но, сквозь озорство и хулиганство, на полном серьезе должны просматриваться национальное самосознание и гордость народа, которые приходят на морские просторы. Да, чуть не забыла, выдастся в Швеции было. Не забудь включить. Я ушел абсолютно расстроен. Понимаю, что тут никаких мегабайт же не хватит, а песня должна быть короткой. Как это все поместить, непонятно. Но я попытался все это слепить. За это время фильм отменили. И зависла эта песня, как безрезорная русская народная песня начала 18 века, аж дадить пару десятков лет. А тут власть поменялась в 1996 году в 309-е русского флота. И меня вызывают в Питер, где мы огромные... А, песню записали, вон тут она есть. Здесь есть диск, который называется... Тут есть диск, который называется «Моряк-покрепчевый жузы», да? Вот там эта песня записана не под гитарой. А там народные инструменты, пушка настоящая, там че-то что. Вот. И на большой сцене киноконцерт на зал «Октябрьский» на 4000 мест на Лиговке пришел вечер, посвященный 30 ветерам русского флота. Первым выступает тогдашний премьер-министр Черномыльдин, вторым – адмирал Громов, тогдашний главком флота, третьим – тогдашний, по-моему, я, кажется, был губернатор. И четвертым выпихивают меня, потому что юмор в ситуации. За 300 лет я оказался единственным автором русской народной песни, посвященным строительством Госфорда. А дальше-то следующее. Мы поем с включенными микрофонами, а динамика гребит вот эта запись. От давящего эффекта на большом белом заднике сцены, как на экране, идут с выключенным звуком в кадре старого кинофильма «Петр Первый», где русские берут на абордаж шведских бригад. Кстати, сегодняшний день тоже связано с тем, что, будьте не вы, русские взяли шведский бригад на абордаж, с чего и началось подтверждение области «Скорда». Так вот, у нас нет ни пушек, ни фрегатов. Вам остается только следить, как я покорно выполнял все указания жестокого режиссера. Итак, Устиневый, начало XVIII века, рождение Балтийского флота. Мы, народ артельный, дружим с топором, Роща корабельная и солнце подберем. Эх, православный глядька, сбей этот народ, А гляди, как ванка, в поле плывет. Православный глядька, сбей этот народ, Ну, гляди, как ванка, в поле плывет. А тянет зарею знамя Христа, Высмолил сволою крепкие бота, Эх, православный глядька, сбей этот народ, Ну, гляди, как ванка, в поле плывет. Православный глядька, сбей этот народ, Ну, гляди, как ванка, в поле плывет. Девку с гоной грузью я тут запрожу, А медную орудью тут заряжу. Эх, ты, мартира грянька, на кучейный вод, Расскажи, как ванка, в поле плывет. Ты, мартира грянька, на кучейный вод, Расскажи, как ванка, в поле плывет. Тешилость над нами, сварская лоза, Били нас кнутами, пролив железа. Эх, и ванка, глядь, как ванка, в поле плывет. Ты, мартира грянька, разевая рот, Как ванка, в поле плывет. Моле наша сила, а моле наша жизнь, И веселись Россия, Швеция, держись. Эх, и в наземный глядь, как в берега народ, И мой русский ванка, в поле плывет. Эх, и в наземный глядь, как в берега народ, И мой русский ванка, в поле плывет. Аплодисменты